МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каток на дороге. Только за минувшие сутки в Березниках произошло 27 ДТП. Мужское дело. Сегодня сварщики устроили конкурс профессионального мастерства. Охота на водителей. По улицам города разъезжает машина, которая дарит подарки автолюбителям. Это новости на ТНТ в студии Елены Вавилова. Здравствуйте. Пятничный выпуск. Начну с новостей, на которые действительно стоит обратить внимание. Сегодня дорожные полицейские называют ужасающие цифры по количеству ДТП. Только за вчерашний день их было 27. Постоянные перепады температуры, снежная каша и гололед. Все эти факторы влияют на аварийность на дорогах. Почти 30 аварий за сутки. В городе в ДТП кроме автомобиля особо никто не пострадал. А вот загородные трассы начинают забирать жизни людей. 24 октября в районе 5 часов утра на автодороге Кунгорс-Соликамск со стороны города Кизил в направлении города Губаха двигался автомобиль ВАЗ-2110 под управлением женщины 1992 года рождения жительницы города Кизил, которая на 206-м километре автодороги Кунгорс-Соликамск при повороте направо не справилась с управлением, съехала в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. В результате водитель получил смертельную травму, а пассажир девушка 1990 года рождения получила тяжелую травму. Все госпитализированы были в городскую больницу города Губахи и являются жителями города Кизил. Также на этой неделе на трассе Кунгорс-Соликамск еще одна автоледи попала в ДТП. В аварии пострадали двое детей, 15-летний подросток и девочка 2003 года рождения. К счастью, здесь обошлось без жертв. Дорожные полицейские еще раз напоминают, чтобы водители пристегивались ремнями безопасности, а детей перевозили только в специальных удерживающих креслах. А лучше вообще пока воздержаться от дальних поездок. Кстати, в следующем году собираются капитально отремонтировать 20 километров трассы Кунгорс-Соликамск. Основные работы будут проходить в районе Александровска. Три открытых аукциона уже было объявлено агентством по государственным закупкам региона. Торги состоятся 11 ноября текущего года. Участки, подлежащие реконструкции, расположены в Александровском, а также Кунгурском районах. В краевом бюджете на цели ремонта предусмотрено более 800 миллионов рублей. В рамках ремонтных работ предусмотрено устройство земляного полотна, дорожной одежды, укрепительные работы, переустройство инженерных коммуникаций, ремонт водопропускных труб и благоустройство прилегающей территории. Сданы работы должны быть не позднее сентября-октября 2014 года. Радость для преступников. Рядом с одним из домов города строится кирпичная конструкция, с помощью которой квартира на первом этаже может стать легкой добычей для воров. Все подробности у Александра Зелениной. Прихожу я вчера домой, без 15,6 вижу, наблюдаю вот такую картину, которую у нас сейчас на заднем плане. Строят кирпичную складку. Строители говорят, что случилось? Они говорят, вот будем возводить, будем строить, будет у вас это самое. А если так вот пистонтрец, то если сейчас они ложат плиту, то на моего окна просто рукой подать. Можно залезть, залезть, вскрыть, все, что из квартиры достать вечером, ночью, днем. Житель дома номер 64 по улице Льва Толстого возмущен. Весь вчерашний вечер он потратил на поход по различным инстанциям. Евгений обращался и в полицию, и в ЖКО, но ему удалось лишь приостановить работы до сегодняшнего дня. Как говорит сам мужчина, рабочих ему пришлось отгонять лопатой. Во время нашего разговора к дому подъехал Сергей Алферов, директор водоканала. И очень вовремя. Он обрисовал нам ситуацию и рассказал о работах, которые здесь ведутся. По подвалам двух снесенных домов проходила транзитом теплотрасса для обеспечения теплом вот этого района и детского сада. Дома снесли, теплотрасса осталась в подвале сносимых домов. Как ее обслуживать? Необходимо было выполнить вынос этой теплотрассы. Проект был создан и согласован со всеми службами. Наняли подрядчиков, которые сразу приступили к работе. По-другому выполнить просто невозможно. Идет фундамент, фундамент долбить невозможно. Это будет нарушена конструкция этого дома и пойдут просто какие-то подвижки и трещины. Вот и получилось, что проект поставил под угрозу воровства жилье Евгения. На его возмущение директор водоканала предложил поставить на окна решетки, которые стоят у всех жильцов первых этажей. Но мужчина не готов делать это за свой счет. Нельзя решать проблемы за счет того человека, у которого проблемы. Так, нет, а за счет какие проблемы? Это должны были учитывать во время, когда делали проект, согласовывали со всеми службами. Согласовывать должны были. Должны были все его посмотреть. Проект согласован. После долгих споров стороны все же договорились. Сергей Алферов предложит подрядчику за его счет поставить решетки на окна недовольному жильцу. Либо поменять конструкцию изоляции труб. На сегодня существует большое количество материалов помимо кирпичной кладки. На время работы будут приостановлены. Надеемся, в ближайшем будущем проблема решится и жилье Евгения будет в безопасности. Александра Зеленина, Максим Колчанов, новости на ТНТ. А сейчас коротко о том, чем запомнилась уходящая неделя. Обзор главных тем и событий. Для березняковских спасателей эта неделя началась с масштабных поисков пропавших рыбаков. В субботу вечером трое мужчин отправились за уловом на Каму. И до сих пор их местонахождение неизвестно. Я сама с пермским МЧС разговаривала. Хотя бы берег вот этот вот пролететь, посмотреть. У нас нет такого оборудования, чтобы проверить все. А эти организации, они на то и созданы, чтобы в таких чрезвычайных ситуациях оказывать людям простую помощь. До середины этой недели любой березняковец мог задать вопрос губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Горожан волновали различные темы. От ЖКХ до пенсионных выплат. А вот некоторые озабочены экологическими проблемами. Эти вот стороны нашей жизни, они очень как бы вот дискомфорт приводят в нашу жизнь. Потому что люди все-таки хотят пройтись по городу, чтобы ему было и чисто там погулять, чтобы тротуары были чистые, газоны были чистые. И поэтому, наверное, эта тема будет волновать многих горожан. Как стало известно, на этой неделе выпускникам детских домов начали давать собственное жилье. Квартиры предоставляются сиротам по договору социального найма с последующей возможностью приватизации. Но только спустя пять лет. В проекте приняло участие всего за эти два года 125 человек. 49 сертификатов и выплат получили в 2011 году. И 76 человек получили сертификаты денежной выплаты на приобретение жилья в течение 2012 года. И на этой неделе отметили свой профессиональный праздник сотрудники рекламы. Эта отрасль бизнеса входит в десятку самых прибыльных. Но каких трудов стоит добиться успеха в области рекламы? Как никто другой знает руководитель рекламного отдела медиахолдинга «Планета радио» Дарья Харина. В ее ведомстве самые популярные ТВ и радиостанции. В наш медиахолдинг ходят два канала. Эфирный канал ТНТ «Березняки» и кабельный канал «Верхний камень ТВ». Четыре радиостанции «Европа-плюс», «Ретро-ФМ», «Лаврадио» и «Эхо Москвы». А также информационно-развлекательный портал «bb59.ru». Молодая девушка справляется с поставленными задачами, играючи. Главное – творческий подход. Ни столевары мы, ни плотники. Сегодня прошли городские соревнования молодых сварщиков, в которых приняли участие студенты и работающая молодежь. Ребята с энтузиазмом рассказывали о своей профессии, решали сложные задачи и, конечно же, занимались любимым делом. Сергей Каленик продолжит. Сварщики – боги огня. Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Поэтому сварщик – одна из самых востребованных профессий. Сегодня на базе бывшего 40-го училища проходили городские соревнования сварщиков. А начались они непредсказуемо. Никто не ожидал оживленных выступлений на сцене. Участники конкурса профессионального мастерства пели песни, читали стихи о своей профессии, выступали с презентациями. Об особенностях соревнований рассказывает Светлана Александровна. Конкурсы профессионального мастерства проходят ежегодно. Сегодня проходит конкурс по профессии сварщик. Особенно ценность которого в том, что наравне с учащимся профессиональных техникумов, колледжей, участвуют и молодые рабочие предприятия. Это сделано для того, чтобы юные и где-то неопытные ребята перенимали мастерство у работников предприятий города. После выступлений участников началась теоретическая часть конкурса, где отвечали на сложные вопросы из разделов «Безопасность условий труда», «Материаловедение», «Технология сварки». От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям. Страшно подумать, к чему могла бы привести некачественная работа по сварке на предприятии. Следующим и заключительным этапом было выполнение практического задания. Вы видите, с какой скоростью работает Денис. Он уверен в своих шансах на победу, но говорит, что главное – участие. Вот сейчас ждем результатов, окончания тестов и всего. А сложно учебу? Да нет, не сложно. По крайней мере, для нас, кто работает уже долго. Молодым специалистам, только что окончившим учебу, работу долго искать не придется. Она найдет их сама. Тем более, если сварщик, участник, да еще и победитель конкурса профессионального мастерства. Сергей Коленик, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Березники, Пермь. Последние холодные дни октября. В спортивной школе «Темп» очень жарко. Юные баскетболисты двух городов борются за первенство по Пермскому краю. Соревнования юных баскетболистов среди юношей и девушек 2000 года рождения из Перми и Березников уже проходят в нашем городе и продлятся до воскресенья. За первенство по Пермскому краю спортсмены будут бороться в детской спортивной школе «Темп». В рамках первенства мы проводим традиционный турнир в памяти Вадимира Алексеевича Талайка, который очень много времени и сил посвятил развитию детского баскетбола в городе Березники. В рамках турнира будут проведены конкурсы дальних и штрафных бросков, и победители получат ценные призы. Ценные призы ожидают и участников традиционного турнира, посвященного памяти основателя спортивной акробатики Феликса Кузьмина. Соревнования пройдут в эту субботу в школе самбо и дзюдо. В субботу, 26 октября, пройдет ежегодный традиционный турнир памяти основателя спортивной акробатики Феликса Кузьмина. Торжественный парад открытий и показательные выступления продемонстрируют спортсмены разных разрядов. Мы приглашаем жителей нашего города на традиционный турнир памяти основателя спортивной акробатики в городе Березники Феликса Кузьмина. Он раньше проводился в мае, многие его посещали. Сейчас, в рамках, чтобы приблизить соревновательный сезон и улучшить подготовку спортсменов, мы его перенесли на октябрь месяц. Окажись в нужном месте, получи приз. В Березниках стартовала акция «Охота на автомобилиста». Ее традиционно проводит медиахолдинг «Планета Радио». Что нужно сделать водителям для того, чтобы выиграть подарки, узнаете из нашего следующего репортажа. На улице нашего города выезжает автомобиль с развивающимся флагом радиостанции «Европа плюс», который в течение часа ловит автомобили со стикерами акции на заднем стекле и дарит им подарки. Подарки, подарки, еще раз подарки. Пока радиодиджей ведет программу онлайн на «Европе плюс», в городе идет настоящая охота. Охота на автомобилистов. У кафе «Триумф» тот самый «Евромобиль» находит участника акции «Святослава». Он еще накануне взял стикер, а сегодня получил актуальный презент – незамерзающую жидкость. Хочу сказать спасибо «Европе плюс» за то, что сделали такую акцию. Очень приятно получать подарки ко дню автомобилистам. Пока «Святослав» передает приветы своим близким в прямом радиоэфире, другие автоподарки очень быстро находят своих хозяев. Мы получили щетку, она сейчас как раз пригодится. Сейчас вон снег какой идет. Она очень пригодится мне. Следующая остановка – торговый центр «Миллениум». Этот мужчина на черной иномарке выбирает в подарок незамерзайку. А очаровательной автоледи достается сертификат на автомойку от автокомплекса на набережной. Мы узнали про акцию пару дней назад по радио. Сегодня так получилось, что мимо проезжали, услышали то, что снова опять, где можно поймать машинку. Мы подъехали, решили поучаствовать. Охота на автомобилистов продолжается. Настраивайтесь на частоту 102,8 FM, слушайте дневной эфир программы онлайн на Европе Плюс с 15 до 16 часов и ищите Евромобиль на дорогах города. Акция продлится до конца следующей недели. Европа Плюс Березняки каждый год проводит акцию «Охота на автомобилиста», приуроченная ко Дню автолюбителей. С нашими партнерами магазином «Автоком ВАЗ и ГАЗ» на Ленина 26, учебным центром «Ратибор» и автокомплексом на набережной мы дарим полезные подарки для каждого водителя. В ходе акции ни один автомобилист не пострадает. А сегодня подарки раздавали Сергей Калейник, Лев Собуров, новости на ТНТ. На этом наше эфирное время заканчивается. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго. Отлично проведите выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Березняках 26 октября облачно, дождь. Температура воздуха ночью 0,2, днем плюс 2, плюс 4 тепла. Атмосферное давление 735 миллиметров артутного столба. Ветер западный 7,12 метров в секунду. В субботу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. 27 октября в Березняках. Температура воздуха ночью 0,2, днем плюс 3,5 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров артутного столба. Ветер юго-западный 2,3 метра в секунду. Вам надо квартиру купитель продать или хотите ее обменять? Срочно нужен хороший бухгалтер? В налогах профи стойкий характер. Приходите, мы ждем вас всегда. На 30 лет победы 42. Советник. Номер наш легко набрать. 27 15 25. Вы должны знать. Ультразвуковой увлажнитель воздуха стоит 1300 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина. Советский проспект 2. Территория Агроснаб. И создали китайские мудрецы поиска машин помощников. И отправили их по всему миру. Но машинам нужны были запчасти. Мы узнали кратчайший путь к доставке лучших запчастей и спецтехники из Китая. Напрямую. Выгодно. Надежно. Торговый дом. Урал. Автозапчасть. Березняковская 109.